Всем привет! Сравнение смартфонов Poco F2 Pro, версия на 6 гигабайт оперативки 128 гигабайт встроенной памяти против Apple iPhone X. Со стоимостью и наличием можете ознакомиться в описании к этому видео, а также сравнить стоимость и наличие этих устройств. iPhone версия на 64 гигабайта встроенной памяти. Окей, по внешнему виду. Смартфоны сделаны Poco из металла, тут металлический корпус, сзади квад-камера, вспышка. У iPhone корпус из металла и стекла, спереди и сзади закаленное стекло и по бокам окантовка металлическая. Квад-камера против двойной камеры и вспышка. На передней части дисплей диагональю 5,8 дюйма у iPhone X, тут почти 6,7 дюйма у Poco. То есть он намного габаритнее, то есть диагональ дисплея у него значительно побольше. Давайте сравним их по габаритам. Фронтальная камера у него выезжает из корпуса устройства. Она не на передней части, как у iPhone. У iPhone она находится вот тут в козырьке вместе с разговорным динамиком. Вот. Толщина. По ширине, как они соотносятся. Вот, как-то так. Хорошо. Разблокируем устройство. Покофон на две. Наносимки. iPhone на одну наносимку. Ну и у iPhone также стоит отметить, что есть стандарт защиты IP67. Так. По экрану. Давайте пройдемся по экранам. Тут AMOLED дисплей против OLED дисплея у iPhone. Тут разрешение 2400 на 1080 точек. 395 ppa примерно у Poco. У iPhone разрешение 2436 на 1125 точек. Retina Super Retina HD 458 ppa. Побольше будет ppa на дисплее у iPhone. Больше плотность пикселей. Окей. AMOLED против OLED матрицы. Перейдем в синтетические тесты. Geekbench 5. Так. Открываем Geekbench 5. iOS 13.5.1. Тут Android 10. И MIUI Global. Процессор. У iPhone Apple A11 Bionic. Шестиядерный 2,4 ГГц тактовая частота. 3 ГБ оперативной памяти. Тут 6 ГБ оперативной памяти. Процессор Qualcomm Snapdragon 865. 8-ядерный 4, 3, 1, 1, 8, 2, 4 и 2, 8 ГГц. Тут 2,4 ГБ оперативной памяти. Смотрим результаты тестов. Тест процессора в сравнении. Видим, что одноядерный тест они набирают примерно одинаково. Но вот мультиядерный тест в полтора раза, примерно в полтора раза мощнее будет Bocophone. Теперь откроем браузер. Посмотрим на производительность браузера. Производительность в браузере. Apple.com. Перейдем на сайт Apple.com. Кто будет быстрее по скорости загрузки страничек в интернете. Видим, они примерно одинаково работают. На сайте Apple примерно одинаково. Чуточку шустрее iPhone. Сейчас посмотрим еще на другом сайте. Например, на сайте Samsung. Samsung. Перейдем по этой вот ссылке одновременно. Pocophone загрузил быстрее. И назад тоже возвращает быстрее. Тут снова. В общем, на сайте Apple у них было примерно равенство. Но на других сайтах мы видим, что примерно в полтора раза быстрее грузит в целом. Полностью прогружает по рендовые странички. Так как и показывало примерно в бенчмарках. То есть он будет шустрее в интернете, не на сайте Apple. Вот скажем так. Будет реально быстрее работать. Хорошо. Теперь посмотрим в тяжелые игрушки. PubMobile. Так. Откроем PUBG. PubMobile открываем одновременно. Смотрим, кто быстрее загрузит странички. Само игровое меню. Кто быстрее откроет игровое меню. iPhone загрузил игру быстрее. Так, по графике. Видим, что графика будет лучше идти на POC F2 Pro. Тут экстремальный уровень частоты кадров. На iPhone такого уровня на максимальной графике нельзя поставить. Если даже поставить ниже. Да, вообще нельзя поставить такой уровень частоты кадров на 10 iPhone. То есть самый лучший уровень в PUBG Mobile начинается с XS iPhone. С XS, XR и выше. На 10 iPhone нельзя поставить самый высокий уровень графики в PUBG Mobile. Но все равно игра работает очень хорошо. Графика максимальная. Единственное, что не максимальная плавность. Но этот уровень, конечно, он сильный. То есть это сам уровень, который больше всего отличается между другими уровнями. Самая большая разница. То есть на POCO Fone намного игра работает плавнее. Тут 60 FPS. Тут где-то, не знаю, в районе 40-45, наверное. Тут 60 FPS. Все отлично. Очень плавно работает. Лучше, чем на iPhone игра работает. Медленнее грузится на POCO Fone. Все игры будут медленнее грузиться. Но работать буду чуточку лучше. Хорошо. Переходим к следующему тесту. Теперь я покажу вам примеры снимков на основные камеры этих устройств в сравнении. Выведу снимки на экран, сможете оценить качество. У POCO Fone Quad камера 64, плюс 13, плюс 5, плюс 2 мегапикселя. У iPhone 12, плюс 12 мегапикселей. Сейчас вы увидите примеры снимков на камеры этих устройств. Что касается автономности, тут выигрывает чуть-чуть POCO Fone, ненамного, где-то на 10%. У него 4700 мАч, полимерная батарейка. Поддерживается быстрая зарядка, но не поддерживается беспроводная. У iPhone X поддерживается беспроводная зарядка. iPhone X держится один день. То есть тут стандартный средний показатель вообще по смартфонам. У POCO Fone чуть-чуть небольшое преимущество на 10%. То есть он тоже вряд ли продержится больше дня, но если вот прям сравнить их автономность, то где-то вот 10% плюс-минус, POCO Fone будет, автономность будет лучше у него. Но нет беспроводной зарядки, то что есть у iPhone X. В общем, POCO Fone это флагманские характеристики. Топовый процессор, топовый видеоускоритель, отличный дисплей, но без поддержки повышенной частоты кадров. То, что в принципе у iPhone тоже самое, отличный дисплей, но без поддержки повышенной частоты кадров. То, что начинают сейчас делать во всех флагманах. То есть POCO Fone это только флагманские характеристики, без других плюшек флагманов, типа там беспроводных зарядок, повышенных частоты дисплеев и так далее. Ну, iPhone просто стандартный набор iPhone 3D Touch IP67 с преимуществом над этим. По стоимости сейчас что можно сказать? iPhone дороже, если брать его, конечно же, новым. Он будет дороже Pocophone, если найти его где-то именно новым. Но бэушный iPhone в хорошем состоянии будет предстоит примерно одинаковых денег с новым Pocophone F2 Pro. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео, подписывались на канал Maxi Mobile, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!